Шон Мерфи и Стюарт Бинхэм боролись за выход в школу финал. В турнире Мастерс и в стартовом фрейме повел атаку Бинхэм. Горвун действовал в своем подходе. Он, набрав 37 очков, взял мне лучше и ошибся на 7-шаре. Начал погоню представлений в 38 очков. Шон Мерфи, но вышел всего лишь на 5 очков вперед. В этом фрейме ошибся и повел ответ на атаку Бинхэм, которая была успешной и Стюарт выиграл стартовый фрейм этого матча. Во втором фрейме нашел замечательный дальний удар у Бинхэма. Повел Стюарт серию и сумел одним подходом серии 78 очков выиграть он второй фрейм подряд в этом матче. В третьем фрейме прошел отличный дальний удар у Бинхэма. Замечательно сыграл Стюарт. Бинхэм на этот раз одним подходом серии. 128 очков выиграл фрейм. Сейчас я уже трюмил, но его пользовал. В четвертом фрейме внес Стюарт Бинхэм. Провел шикарный дальний удар из черного. Группу красных он раскрыл, но набрал лишь 20 очков Стюарт. А Мерфи ошибся грубо в отыгрыше, что позволило вернуться Бинхэму к столу. И на этот раз в серии 107 очков завершил фрейм Стюарт Бинхэм. Счет стал 4-0. В пятом фрейме прошел очередной блестящий рейм. Дальний удар не стюарт Бинхэма, но набрав 5 очков Стюарт ошибся. И это позволило начать атаку Шону Мерфи. Который оставил красные лузы, набрав скромные 21 очков. Бинхэм пошел с синего на твой двойный биток. Однако повести атаку Мерфи не удалось и тут. Ошибся он, надав красный Шар Бинхэму и Стюарт завершил фрейм свою пользу, сделав счет матча 5-0. В шестом фрейме вновь повел атаку Стюарт. И, несмотря на то, что позиция была непростой, за два подхода Стюарт оформил победу. И в этом фрейме завершить матч с сухим счетом 6-0. И в полуфинале Бинхэм сыграет с Джадом Трампом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok